Открылась лавка у Вульфи и Нитрича. Продаем и покупаем золото в Архейдж. Интересует? Напиши нам в ВКонтакте, Айске или Скайпе. Все данные под видео. Всем привет! Новый ивент. Вы уже заметили, да? Слева здесь у нас снова появляется сундучок. Из него дается вот такая вот, где она? Хрень. Письмо из Миража. Дается за него задание. Так. Ну, что дается по заданию дальше, я вам потом покажу. Еще на почту все получили очень интересное письмо. Письмо счастья. Звучит просто, просто божественно. Счастье ты мое, что же ты такое? Покрытый копотью камень. Ну, написано нужно тереть. Давайте потрем. Будут видны буквы. Так. Трем, трем, трем. Ага. У нас он типа точится, да? Был серенький, стал зелененький. Так. Дальше. Ага. Зелененький, синенький. И там типа буквы какие-то, что ли, появляются. Вон он, текст. А еще очки работают. Два, четыре. С каждым разом все больше и больше. Интересно, что же за награда-то будет такая. Дальше и дальше точится. Я так понимаю, что заточка стопроцентная. То есть это мы в принципе не точимся, а просто делаем какое-то действие, тратим очки работы. Сто процентов оно все будет вытерто. То есть мы трем, трем камушек вызываем джина. Вот как из кружки про Аладдина. Все это, наверное, сказку эту помнят. У меня уже релик. Точим дальше. Буковки потихоньку видно. Но в принципе уже можно даже, наверное, догадаться, да, что у нас там написано. Терпение и труд все перетрут. Какая глубокая мысль. Да, эпоха сказаний. В общем-то ничего сложного, ничего рискового. Это не так, как с ларцами, когда мы тратили деньги, точили ларцы, чтобы получить потом нечто дорогое, классное из них. Увеличить шанс дропа. И вот она, последняя эпоха мифов. И теперь смотрим, что же будет дальше. Так, он получается серенький, покрытый копотью камень. Текст мы теперь можем прочитать. И открываем, что будет. Бутыль. Бутыль на 500 очков работы. Миленько. Потратили мы примерно 120-110. И получили 500. Ну, как бы в плюсе тут, как ни крути. Да уж. Потратили 3 минуты, заработали 400 очков работы. Ну, нормально. Пойдет. Ну, в общем-то, на один аккаунт можно получить один вот такой подарок. Потереть один только такой камушек. И, соответственно, получить, ну, один на аккаунт. Вот. Сейчас давайте пройдемся по квесту, который нам дали по почте. Когда мы активировали задание, нас отправили в Мираж. В Мираже нас будет ждать какой-то НПС. Так, я тут зафейлилась. Красиво хотела взлететь, но... Глайдер снят после дракона. Давайте проверим, что у нас ждет в Мираже. Какие же вкусняшки придумали Mail.ru для нас на этот раз. После фестивалей, за которые давались разные баночки на баф, там, всякие вкусняшки-внешки, разные там плюшечки, бочечки. Хочется, наверное, продолжения банкета. И я надеюсь, что что-то интересное будет нас ждать. Хотя, чего я рассказываю, все на сайте и так написано. В Мираже нас ждет НПС, который отправит нас дальше случайным образом к какому-то другому новому НПСу. Вот, мне дали целую серебряную монетку и какую-то зеленую фигню. Очередной конверт, который нужно в течение суток отправить. Так, одно задание выполнено, серебряная монетка получена, и у нас горит еще один квест. Этот квест, случайным образом, это вот тот самый квест, который отсылает нас в разные места. Я выполнила задание четырьмя персонажами. В трех случаях меня отсылали в Нефритовый дворец. В одном случае меня отправили в Долгую косу. Все НПСы, которым меня отсылали, в общем-то, стоят на открытой местности. Стоят под стражами, то есть можно смело прыгать. Вас никакие вражеские войска не смогут убить. Ну, точнее, убить-то смогут, если вы, ну, совсем ватненький. Но за вас стражники обязательно заступятся, так что можете твеночками прыгать и не переживать. Вот она, Кейшен, который меня отослали. Вот у меня есть легкая коробка. А в этой коробке может мне выпасть один из вариантов, которые указаны на форме. В частности, в этот раз мне повезло на свитки на ХП. Эти свитки куда круче, чем те, которые падают с ларцов. Но они всего лишь на сутки, и их нельзя передать. Они дают полторы тысячи ХП, но, сами понимаете, за один день, может быть, даже не удастся их воспользоваться. Хотя, теперь это шанс точно под фулл-расходкой ходить на те же ДШ и ущелья. Ну, фулл-расходка не фулл-расходка, но свитки вы теперь можете юзать смело. Также там даются разные обереги, вы можете посмотреть информацию на сайте. Скажу честно, цель вот этих оберегов я так и не поняла. А единственная цель это, по-моему, оберег на опыт, и то он действует всего в радиусе 15 метров. Действует на всех, кто с тобой в отряде или в рейде. Ну, извините, даже обереги на защиту, на блокировку. Это вот буквально вокруг этого оберега, ты будешь бегать вокруг него и спотыкаться. Мало того, этот оберег всего лишь на сутки, и более того, этот оберег нельзя передать. То есть, в принципе, эти все письма ты больше потратишь на камень телепорта, чтобы туда прыгнуть, сдать квест и получить вот эти вот три вещички. Поэтому я считаю, что можно даже не париться, удалять смело вот эти все задания. Вот, а свиточки, которые, точнее камушки, вот эти покрытые копотью, конечно же, лучше открывать. Это 400 очков, которые нам Mail.ru очень щедро подарили. Вот, пожалуй, и все, что я хотела вам рассказать по поводу этого ивента. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш каналчик и заходите в группу ВКонтакте. Удачи мне вам желать в ивенте нечего, потому что тут всем все дается одинаковое. Желаю вам просто веселой и интересной игры. До новых встреч! Пока-пока!